Всем привет! Или огромное здравствуйте! Я нахожусь в отеле Long Beach & Harmony 5 Star, 5 звезд, Алания, Турция. Сейчас я иду по, как бы сказать, по передней части отеля, которая граничит с дорогой. Вот здесь вот сразу вот находится вот дорога, по которой постоянно и днем и ночью едут машины. Но когда закрыты двери и вы спите летом при кондиционере, это неплохо, нормально, почти дорога не слышна. Но если вы весной или осенью, когда вы захотите поспать без кондиционера, конечно, дорогу будет слышно, потому что у вас будет открыта дверь. Но сегодня видео не об этом, а о том, какой у Long Beach, это же все-таки длинный пляж. Насколько он длинный, насколько в нем, насколько он благоустроен, насколько в нем есть, какая в нем инфраструктура, удобство, какой берег. Ну, короче, всего понемножку, будет очень интересный видос. Остаемся со мной на лайк, я, может, уже наговорил. Спасибо. Ну вот, то... Всего понемножку. Поехали. Ну, раз, ребятки, у нас видео про пляж, значит, как попасть на пляж. Пляж выполняет по вот такому вот подземному коридору, который ведет под дорогой. И здесь вот в самом конце коридора есть точка для полотенец. Это вы в своей карточке меняете на полотенце и при выходе с пляжа возвращаете их сюда назад. Можете подниматься, здесь будет такой Т-образный перегресток налево и направо, совсем не важно, в какую сторону. Так, ребятки, один момент такой про полотенца. Вы их можете забрать, вот сейчас я вам открою, вот именно вот, на паузу поставьте, видите, в сведении. При ваших в отеле пляжное полотенце выдают только один раз в день, до пяти часов. Вы не можете до пяти часов прийти и поменять полотенце на карточку. Вы взяли полотенце, так с ним и ходите. И вот уже с пяти часов до семи часов вы тогда можете уже подходить и менять полотенце на карточку. Это очень такой момент, потому что как бы мы вот такие незнающие, поэтому меня здесь очень плохо будет видно, поэтому я, наверное, отключаюсь. То есть мы не знали, что можно поменять, нельзя так менять полотенце, поэтому подошли, а нам сказали о фильме. И теперь нам эти мокрые полотенца надо везти в номер и возвращаться сюда после пяти часов. Вот так. Вы пойдете, потому что все это происходит одинаково. Вы выходите почти в одно и то же место. Или направо, или налево. Вот он. Удавчик, вот там вот следующий выходит. Вот за этим вот именно кафе. Здесь стоит скрин, мороженое, но все платное. Вот здесь находится уже с этой стороны, как бы сказать, уже пляжа. Здесь есть бар, в котором на мой вкус делают довольно неплохие коктейли. Конечно, мы еще все не распробовали, потому что у нас, можно сказать, вчера был день прилета, а сегодня уже нормальный день. Вот, поэтому вынесли столы бесплатные. Здесь уголок полностью бесплатный, соки. Все это у нас здесь за деньги. Сейчас я вам немножко покажу обязательно за цены. Конечно, я без этого никак не могу. Вот видите, всегда вы можете, приходя на пляж, купить детям своим, например, соки. Все выжмут. Вот видите, улыбается человек, который вам все это выжмет. Вот. Дальше здесь мы имеем этот мороженый коктейль, 2,4 евро. Красивый баночки, детям это понравится. И вот по вкусу пока не знаю. Реклама Дельфин парка и дорога еще закрыта. Больше на ней катаются вечером. Вы проходите в такие красивые у нас пальмы, банановая трава. И выходим, попадаем на главный пирс. Ну вот. Здесь вы можете почувствовать себя на волне. Пока еще не знаю, какие у них расценки, сколько это стоит. Сейчас подойду, посмотрим. А, вот, смотрите. Нет, здесь именно этих нет. Сколько стоит здесь катание? Непонятно. А, вот, сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Вот, смотрите. Это здесь на месте возле главного пирса. Вы можете заказать для себя. Смотрите, катание на банане. Ну, вы, наверное, сами все видите. Ставите на паузу и увидите все цены. Вот так вот хорошо видно. И с другой стороны еще. О, здесь уже экстремальный. Здесь для тех, кто любит экстрим. Кайф. Вот именно про вот эту вот горку, на которой сейчас я нахожусь. Это вот в этом вот она месте. Сурфпол. 25 евро, 30 долларов. Это сколько время вот это вот? 15 минут. Вот, отлично. Супер. Да, вот, именно вот есть вот хаверборд. Это 60 евро. А, вот этот вот человек научит вам, расскажет, как это все это делается. О, отлично занимается вообще. Да, вас, я думаю, он вас поставит на ноги. И не будете падать и валяться по... Хотя в такой воде, смотрите, какая вода. В ней тоже приятно и красиво. Вот в этой лагуне, говорят, вы будете этим вот делом. Заниматься и получать от этого полный кайф. И вот он пирс наш. Вот он пирс. С этого пирса можно реально попрыгать. Но потом, я думаю, еще я схожу с него и мы поныряем. Шикарно. Офигенно. Вот, возле уже почти самой водички есть еще лежаков. Но вот смотрите, сейчас у нас 10 часов утра и еще очень много свободных лежаков. Вот и с этой стороны откроете зонтики и сможете кайфово отдохнуть, позагорать. И вот тут совсем недалеко до воды. Есть вот чуть-чуть по мостику спустились и купаемся. Довольно-таки на травке. Хорошо. Песочка нет, не засыпается. С детьми тоже довольно неплохо. Хотя, конечно, и возле воды с детьми лучше. Но зато здесь нет этого песка. Сзади меня вот этот вот бар, про который я говорил, в котором делают коктейли, пиво и все остальное. Находится он. Вот выход из пляжа. Здесь есть переодеваться в кабинке, есть туалеты. Ну и вот поднимаетесь по этой лестнице и находитесь, попадаете прямо в бар почти. Ну вот если вы захотите напитков и еще что-то, то придется, конечно, вам сходить именно туда. Потому что здесь, на пляже, вот этой части пляжа, можно сказать, смотря на море, она с правой стороны, здесь именно пока я баров на самом пляже не вижу. Мы вчера здесь были, но не на самом пляже бары. Везде надо подниматься. Мы сейчас ходим вот в ту сторону, посмотрим, что там, до какого границы нашего пляжа. Вот, и в ту сторону, в ту сторону, сразу говорю, каменистый пляж налево. Очень много камней. Ну вот, ребятки, кайф на пляже. Это, это шикарно. Водичка теплая. Обалдеть. Я в этот раз, извините меня, конечно, не взял свою любимую рыбку с градусником. Поэтому не знаю, какая температура воды, но по ощущениям она такая 28-29, ну около 30 примерно. Потому что реально очень теплая. Вечером вчера вообще было просто, просто вода, просто огонь. Пляж вот с этой стороны, где я сейчас зашел, вот главный пирс вы видите вот здесь вот. А вот с этой стороны другой пирс. Можно сказать, если вы выходите на главный пирс, то с правой стороны здесь очень большие камни внизу. На дне просто огромные камни, валуны. Вот, поэтому вот я стою на них, и у меня все скользит. Ноги скользят. Пройдусь я еще сейчас, похожу по пляжу, посмотрим, где самый лучший заход, где будет вам приятнее купаться. Ой, работы еще обалдеть. Выпить во всякую надо, красную такую. А вкусная. Самое сложное это удержаться и не выпить таких много. Поэтому лучше, когда они не очень вкусные. А когда они очень вкусные, эти коктейли. Почему-то говорил народ, я смотрел в отзывах про Лонг Бич, что коктейли здесь какие-то не очень вкусные. Мешают они такие вот. Ну да, это, ну вот в Литве, например, у нас, да, есть коктейли, конечно, мешают и реально совсем по-другому. И вкус обалдеть. Вот, но вот по сравнению, например, с Египтами сравнивают, ну здесь вообще шикардос по сравнению с неба и земля. Да, конечно. Ой, видите, как тут можно сыграть, блин. Вау, тут такой валун лежит. Обалдеть. Надо уходить как-то. Ну вот, потому что все-таки в Египте напитки местные полностью. Здесь они какие-то тоже не те, мешанные немножко, но вкус у них очень-очень-очень-очень-очень-очень приличный. Ах, солнышко жарит. Загар липнет. Ну вот. Что, ребятки, хорошего нам отдыха. Пойду искать вам берег, где можно заходить с песочком.